МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более тысячи принятых региональных законов и более 7 тысяч постановлений. Депутаты Законодательного собрания 5-го созыва подвели итоги пятилетней работы. Региональный парламент сегодня провел последнее заседание в старом составе. В таком составе депутаты регионального парламента 5-го созыва собираются в последний раз в рабочей повестке более 30 областных законопроектов. Это и положение о тишине, и новые права профсоюзов. Но заседание начинает с обсуждения федеральных решений. Накануне на специальных парламентских слушаниях в Госдуме рассмотрели проект изменений пенсионного законодательства. Мы еще продолжим работу над этим проектом. И уже у нас возникли новые мысли, идеи. Обязательно мы их туда отправим. Сегодня создана в Государственной Думе комиссия, которая будет работать из всех представителей всех заинтересованных кругов, которая будет работать над доработкой законопроекта. Я думаю, что вы увидите совершенно иной проект закона на завершающей стадии. Анатолий Бакаев отметил, что законодательное собрание Ульяновской области уже направило в Москву свои предложения, собранные на встречах с жителями региона. Среди них снижение пенсионного возраста для женщин максимум до 60 лет и индексация пенсии выше темпов инфляции. В частности, можно отметить, что в решении Генсовета фигурирует необходимость, во-первых, вернуть накопительную часть пенсии и, самое главное, оставить ее с того прежнего возраста 55-60. Решением Генсовета было принято решение о том, чтобы депутаты Государственной Думы Совета Федерации отказались от всех пенсионных льгот. И это было сделано таким образом, чтобы потом их вернуть было нельзя. На мой взгляд, это важный шаг показывает, что партия готова начинать с себя. Важнейший вопрос – распределение дополнительных средств бюджета. Благодаря работе с федеральным центром областную казну пополнили 864 миллиона рублей. Большую часть средств направят на заработную плату специалистам бюджетной сферы и в медицину. Самая главная проблема, которая нынче существует, это, конечно, в отрасли здравоохранения. Здесь основные средства пойдут на заработную плату, отдельной строчкой пойдет на ГСМ и отдельной строчкой на лекарственное обеспечение. Дополнительное финансирование, которое одобрено социальным комитетом и бюджетным комитетом и законодательным собранием области, составляет 243 миллиона рублей за счет средств бюджета. И перераспределение средств в рамках фонда обязательного медицинского страхования составляет 76 миллионов рублей. В региональном Минздраве признают, ситуация сложилась непростая. Проблема видят в недофинансировании отрасли. В результате почти треть лечебных учреждений региона не досчитывается лекарств, изделий медицинского назначения. В ситуации разбирается чрезвычайная комиссия и ее председателями являются вице-спикер Валерий Малышев и сенатор Сергей Рябухин. Надо наводить порядок с точки зрения критериев, оценки, справедливости, открытости распределения средств по всем районам Ульяновской области, с тем, чтобы исключить разоброн перехоз и дефицит в сфере здравоохранения. Выявлять болевые точки будут вместе с ульяновцами для этого в круглосуточный режим перевели работу контактного центра Минздрава. Вопросы принимают по телефону горячей линии и в формате электронных обращений. Кристина Агафонова и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Два миллиона бюллетеней отмечатаны в Ульяновске к выборам депутатов ЗАГС Собрания. Типография изготавливает 18 видов документов для голосования по областному округу и столько же для одномандатников. Фамилии кандидатов в алфавитном порядке. Качество изготовления на высшем уровне не вызывает беспокойства и защита бюллетеней. На них наносится специальная защита, тангерная сетка. Для бюллетеней по областному списку это светло-красная, а по одномандатным округам светло-зеленая тангерная сетка. И также вы знаете, что голосование возможно не только путем заброса бюллетеней в ящик, но и с помощью ГАИБов. И бюллетени, которые будут использоваться для ГАИБов, они тоже отличаются от тех, к которым мы привыкли. На них тангерная сетка наносится с обратной стороны бюллетеня. Создание бюллетеней контролируют представители избирательной комиссии. В типографии они работают посменно. Весь тираж будет изготовлен к 26 августа. Сегодня утром сотрудники ГИБДД на улице Октябрьской провели очередной рейд, где автовладельцев проверяли на наличие специальных детских удерживающих устройств. И уже через три часа в лентах информационных изданий появились фотографии с места жуткой аварии. Легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом. Погиб месячный ребенок, который был на руках у непристегнутой матери. Артем Петров продолжит. Это уже не машина, а металлолом, в который десятка превратилась сегодня в 10 часов 50 минут. Вас влетел в пассажирскую газель на 216-м километре автодороги Саранск-Сурская-Ульяновск. Водитель и пассажир, женщина, автомобиль ВАЗ-2110 доставлены в медицинское учреждение. Несовершеннолетний пассажир, девочка 2018 года рождения, от полученных травм скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Водитель газели практически не пострадал и помогли ему. Не всевозможные обереги, а пристегнутый ремень безопасности. За секунду до столкновения десятка внезапно выехала на встречку. Эдуард пытался съехать на обочину, но легковушка летела лоб в лоб. Ну, на встречу выехала машина, вот и все. А на обгон совершал или что? Нет, просто выехал. Ехал, ехал резко и выехал. Вот-вот, на меня в лоб поехал. Спереди автомобиль смяло внутрь. Водитель легковушки выжил благодаря пристегнутому ремню безопасности. А вот кровь, сломанное переднее пассажирское сидение и клок волос, застрявший в обломках лобового стекла. Это итог того, что на заднем ряду пренебрегли безопасностью. В предварительный момент ДТП месячная девочка находилась на заднем сидении на руках у матери, которая была не пристегнута. А вот конкретно эта переноска не является специализированным удерживающим устройством, которое могло бы сохранить жизнь ребенка. За двое суток это уже второе ДТП, в котором погиб ребенок. Только вчера на этой же трассе с разницей в 41 километр опять же десятка съехала в метровый кювет. Пристегнутый водитель выжил, а вот десятилетняя девочка, которая находилась на заднем сидении, но не была пристегнута, скончалась на месте происшествия. Два дня и две трагедии, которых можно было избежать, выполнив всего лишь одно, но жизненно важное требование использовать ремень безопасности. Этим правилом водители и пассажиры пренебрегают, несмотря на многочисленные рейды госавтоинспекции, где сотрудники ГИБДД проверяют наличие детских кресел и специальных удерживающих устройств. Уважаемые родители, хочется еще раз напомнить о необходимости правильно перевозить своего ребенка в салоне автомобиля. Ни в коем случае не нужно пренебрегать с правилами безопасности. Только детское автокресло. Если ребенку исполнилось 7 лет, можно перевозить при помощи штата в ремень безопасности, но исключительно на заднем сидении автомобиля. Как правило, автолюбители людей в погонах выслушивают и полностью соглашаются. Безопасность, прежде всего, потому что не наоборот, что случится, и вот, безопасность все равно. По факту же получается, что зачастую ремень пристегивают не ради безопасности своей и близких, а для сотрудников ГИБДД. Получить штраф в размере 500 рублей оказывается куда страшнее, чем потом видеть эти кадры. Артем Петров, Любовь Фомичева, Мария Пугачева, Александр Абрамов и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Обучиться мастерству лозоплетения можно и сегодня, причем абсолютно бесплатно. Преподают это искусство в Акшуатском краеведческом музее. Диваны, стулья, самовары и другие предметы быта здесь созданы из лозы. Возраст многих экспонатов достигает 100 лет. Но чтобы собрать выставку, потребовалось немало усилий. Финансово помогли пользователи интернета, которые через специальную платформу выступили спонсорами и собрали больше 200 тысяч рублей. Лозоплетение преподают несколько человек. Владимир Чакарлеев, потомственный мастер, обучает старинному искусству туристов. Помогает ему Виктор Дмитриев. Он из гвардии за оставший время, когда лозы было более чем достаточно. Сегодня же поля превратились в леса, а материал приходится собирать буквально по прутику. У нас были плантации, 15 гектар плантаций было, работала бригада. Когда полностью было, цех работал, все работало. Готовили по полтора, по два миллиона штук прута на сезон. Проект сейчас набирает обороты, и туристы охотно приезжают в Акшуат. Привлекает их и история, и, конечно, желание сплести что-либо своими руками. В первую очередь, мастер-класс, конечно, мы проводим для туристов. Иногда бывает, проезжает целый класс, их хотят сплести все. То есть они в надежде, что приехали 30 детей, и они говорят, что мы хотим уехать с корзиной. Они не понимают, что в первом классе нельзя научиться за один раз написать все буквы алфавита. Точно так же и здесь. За одно занятие можно только какие-то азы освоить. А значит, есть повод приехать сюда еще не раз. Гостям в Акшуатском историко-этнографическом музее рады всегда. На этом все новости на сегодня. Далее информация о погоде, но я желаю вам всего самого доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов. В Ульяновске от 7 до 9. Завтра днем по области плюс 16, 21. В Ульяновске 17, 19. В лесах по северо-западу области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok